Всем привет! Сегодня у меня начинается очередная вышивально-раподельная неделя. Такая неделька, переходящая из октября в ноябрь. И это значит, что у нас остался всего один месяц до завершения осени. Я посмотрела на свои планы, поняла, что там есть несколько замечательнейших сюжетов, которые я очень хотела бы вышить. Честно говоря, мне вообще ничем не хочется жертвовать из своих планов. Мне хочется вышить все работы, которые я запланировала, но я понимаю, что времени уже остается мало. И, наверное, все я не успею, к сожалению. Но здесь тоже посмотрела еще на работы, которые у меня были вот эти большие начатые. Я по ним говорила, что хотела бы продвинуть их на 10% каждую. И здесь вот с удивлением я обнаружила, что я практически это сделала. Ну, я так вам упоминала вроде бы уже, да, как-то, что, наверное, я уже выполнила. Но вот здесь я прям точно посмотрела, что Риолис у меня был на начало осени готов на 28%. А сейчас он у меня готов уже почти на 40%. То есть я 10%, ну, даже больше уже сделала. В Гобелине от фирмы Лукас там тоже я сделала 10%. Было 15%, стало 25%. То есть прям 10% получилось. И в сюжете с лесными зверятами, да, от Анкор, лесной сэмплер, там, ну, практически, то есть там 10% было готово. А сейчас у меня готово 19,5%. То есть, ну, почти что, да, немножечко не хватает. То есть я практически то, что запланировала по этим работам, я уже сделала. При том, что я даже, как бы, говорила, ну, хорошо бы было, если бы так получилось. И вот за два месяца этот результат уже практически достигнут. Но, тем не менее, я не хочу их откладывать совсем и говорить, что в ноябре я их вышивать не буду. Нет, я буду их продвигать, но, может быть, чуть меньше, чуть менее активно, чем там до этого. В чем это будет заключаться? Если в предыдущей неделе я в начале вот своей рукодельной недели брала какие-то работы из вот этих вот стареньких обычно и вышивала их 3 дня, ну, каким-то образом, там, одну работу 2 дня, например, одну работу 1 день, примерно так, то сейчас я буду им выделять 2 дня под вот эти старенькие сюжеты. Буду брать какие-то 2 работы, ну, грубо говоря, одну работу 1 день буду вышивать, другую работу другой. Может быть, не в такой пропорции, может быть, я где-то 1 час повышиваю, грубо говоря, а где-то все остальное время. Посмотрим. Но вот смысл в том, что буду выделять 2 дня под вот эти старенькие сюжеты. Также они будут участвовать в голосовании, те задания, которые вы мне даете, вы по-прежнему можете голосовать именно за эти работы, и если они выпадут, я буду вышивать тысячу крестиков именно на них. Но все остальное время я хочу посвятить тем осенним сюжетам, которые у меня запланированы. Все равно все не успеют, конечно же, но, тем не менее, хочу продвинуть максимум. Итак, эта неделя у меня начинается, как вы, наверное, уже все догадались, сюжет от фирмы Риолис в лучах заката. На данный момент я тут уже приблизилась вплотную к 40% и думаю, что в этот раз я эту отметку, конечно же, преодолею и хочу продвинуть работу хотя бы на тысячу крестиков. Какая цель у меня стоит на данный момент, это закончить вышивать вот этот угол, да, вот здесь все вот эти пропуски зашить и вот начать зашивать вот эти тоже пустующие пространства. То есть, ну, вот такой нехитрый план и надеюсь, что немножечко так по заполнению станет это место. Опять же, ничего глобально нового не появится, наверное, может быть, скучновато наблюдать за вот вышивкой именно этой части сюжета, но мы с вами приближаемся к лошадкам, так, глядишь, скоренько до них уже где-нибудь и доберемся. Поэтому, ну, мне кажется, логично все-таки зашить сначала там вот все вот эти пустующие места, а потом уже будем переходить непосредственно к самим лошадкам. Далее, романтика. Сюжет от фирмы Новослобода, романтика. Здесь у меня готова уже, ну, почти там треть, более 30 процентов. На данный момент работа выглядит вот так. Но начала я из центра, здесь частично у меня уже закрыто, да, то, что вышито. Начинала я вот с этой бабочки, она у меня вышита. Вот эта тоже вышита, но их практически не видно. Сейчас видно вот здесь только вот эту бабочку, которая у меня не дошита. Здесь довольно много еще пустого пространства у нее в крыльях. И вот фонарь тут рядышком идет. И, собственно, этим я и займусь. Я закончу вышивать саму бабочку. Внутри зашью все пустующие вот эти тоже места. И хочу продолжить вышивать фонарь. Ну, я думаю, что мне это должно удастся. Мне тут совсем немного осталось до низа. Вот если смотреть на вот эти вышитые крестики, то мне до низа там, ну, крестика в 10, наверное, осталось. И, собственно, фонарь было бы неплохо тоже дошить. Вот темная картинка. Но вот здесь видно, да, такая нога вот этого фонаря, которую мне бы хотелось вышить. А потом уже я буду, ну, видимо, не в этот раз, я буду приступать к бабочке. Я даже не уверена, что я фонарь полностью в этот раз осилю, учитывая то, что этой работе я хочу посвятить всего один день. Ну, надеюсь, что хотя бы я дошью бабочку и, ну, насколько-то фонарь тоже продвину. Дальше птички от фирмы Анкор, а именно птичка-синичка моя. Здесь у меня вышита примерно половина этого сюжета, половина осени. И тоже хочу уделить этой работе хотя бы один день и хорошенько ее продвинуть. Пока я вышиваю здесь крестики. Вышиваются они легко, приятно, быстро, ну, достаточно быстро и волшебно. Поэтому надеюсь, что мне удастся тоже достаточно хорошо ее продвинуть. Бэкстич я потом буду вышивать на всем сюжете сразу полностью. Ну, а пока вот займусь крестиками. Крестиков здесь еще прилично. Насколько я помню, около полутора тысяч крестиков, может быть, даже больше. Так что все мне за один день их сделать не удастся. Но сколько получится, столько получится. Вот такой план у меня на ближайшие три дня. То есть три дня, три сюжета. Хочу попробовать действовать вот так. Ну и помимо этого покажу вам белочку. Белочка от фирмы Созвестия, которая у меня хорошо повышевалась на прошлой неделе. То есть с нуля она у меня стала выглядеть вот таким вот образом. Такая вот она хорошенькая. И мне осталось зашить одним цветом вот все, что осталось у нее в хвосте. Сделать бэкстич и вышить бисером шишку, которую она держит. Я очень надеюсь, что на этой неделе я ее закончу. И в конце недели покажу вам готовую белочку. Вот такие у меня планы. Ну а в понедельник, через три дня мы с вами встретимся и будем выбирать задания из ваших комментариев. Мне очень интересно, за что же вы проголосовали на данный момент. Я еще пока этого не знаю. Еще предыдущее видео даже не вышло в эфир. Поэтому могу только догадываться. Я очень надеюсь, что кто-нибудь из вас голосовал за новый старт. Потому что мне очень хочется начать лисичку. Начнем с неожиданного, а именно с оформления. Я оформила свою ведьмочку от Ниокрафт. Смотрите, какая красота получилась. Ну просто этот сюжет и эта рамка созданы друг для друга. Правда же? Мне кажется, идеальное сочетание. По размеру она тоже вписалась вот прям идеально. Как раз есть небольшие отступы от самой вышивки вверху и внизу и по бокам. Можно было, может быть, чуть-чуть больше, чтобы было по бокам. Но это уже я придираюсь. То есть, в принципе, и так все идеально. По цвету, когда я уже вставила вот так в рамку, мне все нравится. Мне нравится, как это все сочетается. И здорово. Очень здорово придуманная рамка. Проблем с оформлением не было. Единственное, что я заранее не побеспокоилась о том, чем я буду сшивать. Можно брать какую-то толстую нитку, достаточно такую плотную. Ну, либо даже тонкий шнурок, да, скажем так. Но у меня ничего такого подходящего не нашлось. И я взяла просто черные мулине. У меня этот моточек мулине лежал уже давно. Он был вложен как подарочный в какой-то из наборов от Золотого Руна. Я этими нитками особо не вышиваю. Ну, то есть, если где-то подходят, то бывает вышиваю. Но до этого моточка так и не добралась. И я взяла здесь прям полную пасму. И вот ей сшивала. И вот так у меня получилось. С обратной стороны выглядит вот таким образом. Все, в общем-то, хорошо подошло. Все здорово. Единственная сложность, которая была, это то, что нитку я отрезала с большим-большим запасом. Потому что я еще изначально думала, что, может быть, я сделаю не вот так вот пунктирно, да, как сейчас сшито. А что я пройду второй раз. И тогда получится сплошная линия, да, без вот этих вот пропусков. Но когда я прошла один раз, да, по периметру, посмотрела, решила, что мне так нравится. Прикинула, как будет смотреться полная линия, да, там уложила ниточку. Мне показалось, что это немножечко будет уже утяжелять как-то работу. Ну, в общем, слишком будет. Поэтому решила оставить так, как есть. Но изначально я вот не знала, как мне больше понравится. И поэтому отрезала очень длинную нитку, чтобы, ну, нигде не надо было ничего соединять. И поэтому, конечно, такой длинной ниткой работать было сложновато. Она у меня все время норовилась запутаться, особенно в начале. Один раз я ее прям с трудом и с трудом распутала. Ну, в общем, все получилось, все хорошо. И если вы вдруг будете оформлять такие рамки, тоже имейте в виду, что даже если вы будете вот так делать, нитку нужно отрезать с большим запасом. Потому что здесь еще такая немаленькая толщина получается. Старалась получше стягивать. Ну, вроде бы все хорошо получилось. Еще момент, который меня так немножечко беспокоил, это то, что мне не хотелось, чтобы основа выглядывала вот в эти элементы прорезные. То есть, если оставить запас побольше, то она будет выглядывать. А здесь получается, ну, вот видите, да, где идет вот эти прорези. И это совсем недалеко от того места, где мы пришиваем. Ну, то есть запасик получился такой вот не очень большой. Вот здесь тоже довольно близко. С этой стороны можно было чуть побольше оставить. А вот здесь тоже пришлось подрезать довольно близко. Но ничего, опять же, все получилось, все хорошо. Я очень довольна этим оформлением. Ну, прям красотка у меня получилась. Оформила я, многие могли бы подумать, что именно к Хэллоуину. Но для меня большим стимулом являлось не то, что Хэллоуин у нас тут наступает, как бы. А то, что в эти выходные у нас была вышивальная встреча. И мне хотелось девчонкам принести уже готовую оформленную работу, показать. Поэтому я постаралась именно к этому мероприятию, к нашей встрече сделать это оформление. Ну, в общем, всем понравилось. Вот, поэтому напоминаю, что дизайн от фирмы Неокрафт. Называется она Шабаш. Рамочка от фирмы Щепка, да, МП Студия. Насколько я помню, уточняйте информацию, я, может быть, ошибаюсь. Но мне кажется, она есть вот такая рамка в двух размерах. По-моему, эта большая есть поменьше. Или наоборот, может, это маленькая. Нет, по-моему, это все-таки большая. Потому что я примерялась. Вроде бы, что мне как раз вот большая подходит. Вот, так что вот такая ведьмочка у меня появилась, да, прям в канон Хэллоуина. Ну, и так как я ходила на вышивальную встречу, то у меня еще и случился неожиданный, как бы, старт. Потому что мы там вышиваем. И я думала, что же мне взять с собой. Решила, что идеальный вариант это Милл Хилл. И вот эта тыквочка. Я взяла с собой вот эту тыкву. Выбрала из всех моих осенних Милл Хиллов именно эту тыкву. Ну, во-первых, она мне нравится очень сильно. А во-вторых, подумала, что ее будет вышивать очень легко именно на встрече. И я оказалась права, потому что здесь только два цвета ниток. Черные и оранжевые. И, конечно же, это достаточно просто. Бисера здесь больше. Вот такой один, правда, пакетик с бисером. Причем здесь бисер петит в основном. По большей части пятнашка идет. И бисер у нас здесь четыре цвета. Из них три цвета пятнадцатый номер. И только один крупненький. При том, что его немного. Вот, поэтому здесь, конечно, долго буду еще пришивать бисер. Так как вот этот петит, он пришивается в наборах Милл Хилл крестиком. И это, конечно, процесс достаточно долгий. Потому что это дольше, чем вышивать. Обычный крестик, крестик с бисером, значительно усложняет работу. Но мне, в общем-то, нравится пришивать бисер крестом. Так, еще вам покажу бисер. Надеюсь, что видно. Мне нравится пришивать бисер крестиком. Поэтому я ничего против не имею. И что у меня уже вышито. Я же уже навстречу сходила, повышивала, конечно же. Могу вам показать уже, что у меня вышито. А выше-то у меня уже все крестики. Абсолютно все черные крестики и оранжевые крестики. И вот такая тыковка у меня уже наметилась. Но, как я сказала, бисер здесь довольно много. И в основном он пришивается крестом. Поэтому развлекаться мне еще с этой тыковкой долго. Но бисер я буду пришивать уже дома, конечно же. Потому что, ну, навстречу, там, вы знаете, одно неловкое движение. И потом будешь собирать этот бисер непонятно где. Вчера, например, у меня то иголка упадет, то ниточка. Ну, что-то как-то не очень складывалось. Ну, уже тыковка замечательная. Вышивалась, правда, очень легко. Я вышила сначала полностью весь черный цвет. Его здесь значительно больше. Потом оранжевый. Ну, вот уже смотрится интересно. Так что, буду эту тыковку потихонечку заканчивать. Не знаю, на этой неделе или не на этой. Ну, в общем, как время у меня будет. И захочется бисером повышивать. Так я обязательно ей займусь. Так. Вот такой вам неожиданный старт показала. Вообще-то, мне надо еще сначала белочку закончить. То есть, там тоже у меня продвигается. Ну, может быть, вот белочку я и закончу на этой неделе. Покажу вам в конце. Ну, и переходим к процессам. Сейчас я вам вставлю фотографию лошадок. Риолис в лучах заката. Чтобы вы могли вспомнить, как у меня было до начала этой недели. И навышивала я тысячу с небольшим крестиком. Сейчас работа выглядит вот таким образом. Начали у меня заполняться вот эти пустые пространства. Но они у меня начали заполняться как-то сверху. И получилось, что я вот в эту часть тоже так хорошо ушла. То есть, как бы сюда еще продвинулась. Вот здесь вот зашила пространство пустое. Вот здесь почти зашила. Здесь такая вот полосочка узенькая осталась. Ну, и здесь вот буду уже в следующий раз. То есть, до сюда не дошла. Но благодаря тому, что здесь у меня уже встречался полукрест, как бы площадь закрытого пространства получилась такая достаточно объемная. Я считаю, это продвижение, на мой взгляд, видно очень хорошо. В следующий раз еще буду спускаться опять же вот сюда. Ну, а потом, наверное, уже будем к лошадкам переходить. Многие, я знаю, прям ждут, не дождутся. Когда же будут сами лошадки, наконец? Некоторые пишут, что, Оля, сколько у тебя терпения, что ты к лошадкам не подходишь. Ну, не знаю, мне почему-то вот прям хочется вот это небо дошить, закончить. Сначала до угла хотелось дотянуться. Сейчас уже угол прям такой полностью оформленный. Но все еще мне вот как-то хочется заполнить это пространство еще больше, а потом перейти к лошадкам. Я уже преодолела отметку в 40%. Даже 41% уже есть. Так что потихонечку движемся, движемся. Дальше покажу вам романтику от Новослободы. Тоже работу продвинула. Правда, не так ощутимо. Здесь у меня тысячу крестиков сделать не получилось. 830 что-то такое получилось вышить. Но я сделала то, что планировала. То есть я дошила полностью бабочку. Ага, не дошила. Так, вот вижу, что у меня пропущены крестики. Четыре крестика я как-то умудрилась пропустить. Ну, дошью, обязательно дошью. В следующий раз или прямо сейчас, может быть, дошью пока увидела, пока заметила. И помню про это. Вот так сбоку как-то посмотрела сейчас под углом. И заметила. Когда вышивала, не замечала. Ну, бывает, что ж. Бывает. И такие всякие оплошности случаются. Но будем считать, что все равно я вышила эту бабочку и продолжила вышивать фонарь. Уже вот эта часть у меня полностью готова. Где-то вот досюда. А вот здесь еще вот в этом кругляшке, да, или не знаю, как это назвать. Шарик, наверное, скорее. Здесь еще у меня не дошито. Немножечко я ошиблась вот в этой, так скажем, ноге. Но решила не перешивать, не распускать. Чуть-чуть переделала и подумала, что никто, скорее всего, не заметит вообще какого-то несоответствия. Потом еще посмотрела на обложку, поняла, что здесь так она вообще, эта ножка обрезана. То есть вот этого полукруга, да, вот эта окружность, которая идет вот так вот, ее здесь не видно совсем. Поэтому как она должна выглядеть, ну, знаю только я. Не страшно. А здесь дальше она, опять же, просто загибается, вот эта спиралька. И она никакого влияния ни на что не оказывает. Эта часть у меня, в общем-то, достаточно правильно вышита. Я думаю, что все здесь должно сойтись. Я не исправляю ошибки, если они не критичны. Потому что мне жаль на это времени. Иногда я вижу, что да, дальше будет как-то это отражаться. Либо будет очень сложно выправить. И лучше исправить, проще, легче. Либо я вижу, что это, ну, действительно какой-то важный момент. Там какая-то линия важная идет, которая играет большую роль. Или еще что-то такое. В таких случаях, конечно же, исправляю. Но вот там, где, на мой взгляд, это глобально никак не отражается на работе, я такие вещи не исправляю. Я стараюсь как-то обойтись меньшей кровью, скажем так. Так, вот такое продвижение. 36% у меня уже в этой работе готово. И в следующий раз, я думаю, что продолжу вышивать фонарь. Хочу его закончить. Ну, в смысле, вот эту нижнюю часть фонаря закончить. И уже потом приступлю к оставшейся бабочке. Опять же, оставшейся внизу бабочке. Потому что после того, как я закончу эту часть, мне еще предстоит вышивать верхнюю часть. Но верхняя часть, наверное, будет меньше по объему. крестиков. Потому что бабочки, они, наверное, все-таки более такие крупные объекты здесь. Ну, и вот нога фонаря тоже внизу, наверное, побольше, чем вот здесь. Напомню, что у меня, начиная с этой бабочки, вышито. То есть, вот уже три готова. Вот эта бабочка самая большая. И потом уже буду переходить наверх. Так. Но это не все, что я вышивала. Если вы помните, я еще обещала птичек. И птичку-синичку я тоже повышивала. Спасибо всем огромное за разъяснение, за поправки в ударении. Ну, такие вот моменты, когда что-то или кто-то, как это называется, то, конечно, если не знаешь, как правильно ударение ставить, то бывает делаешь ошибки. Ну, спасибо, что вы мне все разъяснили. В общем, теперь я знаю, что это лазоревка. И синичка при этом. Так что вышивка, она расширяет наш кругозор. И благодаря ей я частенько узнаю что-нибудь новенькое. Вот. Значит, повышивала я птичку-синичку. Смотрите, как она у меня выглядит теперь. Так, вот здесь у меня солушка. Можно ее чуть-чуть отодвинуть. У меня уже вышита верхняя часть полностью. То есть вот эти листочки уже вышиты полностью. Здесь немножечко еще осталось кое-что заполнить. И вот насчет этого растения кто-то высказывал версию, что, может быть, это шиповник. Ну, не знаю, на мой взгляд, на шиповник не очень похоже. Но, опять же, кто его знает. Вот эти вот какие-то ягодки, да, непонятно. Еще никто не сказал, как они называются. Так, то есть вот эти листочки уже почти дошиты. Здесь тоже вот эти листья большие. Они у меня уже практически вышиты. Остались только непосредственно вот эти ягодки. Я специально их не вышивала по очереди. Потому что я хочу вышивать их одновременно, чтобы вот эти красные цвета сразу во всех местах полностью делать. И уже, наверное, в следующий раз, когда возьму за эту работу, то как раз и буду вышивать эти ягодки. Ну, и мне осталось вот сюда еще немного листочков тоже добавить. Вот этот вот зеленый листок и вот эти вот маленькие. Зеленый вот этот большой лист, он у меня уже здесь обозначился по краю. Я вышила вот эти такие светло-желтые, зеленоватым оттенком крестики. И, ну, в общем, контур есть. Что еще хотела сказать. Помните, может быть, что я говорила, помню, еще на прошлой неделе, там засомневалась я в перенаборе. Говорила, что мне нужно проверить. И мне тут Маша, с которой мы уже часто сотрудничаем. И, как оказалось, она как раз делала перенабор для этого сюжета, чтобы самой начать. То есть для себя она вообще его делала. Чтобы самой вышивать этот сюжет. И вот она мне прислала свой перенабор. Я Маше доверяю. Я уже по ее перенаборам шила не один раз. Поэтому я уже перебралась в новый перенабор. Потому что мне так комфортнее. Я уже не буду сомневаться, не буду ничего проверять. Тем более, что в предыдущем перенаборе там и проверять-то тоже достаточно сложно было для меня. Потому что значки со схемой не совпадают. Ну, вот прям совсем другие значки. И поэтому это крайне неудобно оказалось. Так что теперь я вышиваю по Машиному перенабору. И если кого-то интересует электронная схема к этому сюжету, то обращайтесь к Маше. Вот Маша хорошо делает перенаборы. Поэтому я могу смело рекомендовать. И что? Что мне тут еще вышивать? Вышивать мне тут примерно около 500, по-моему, ну, или там с чем-то крестиков предстоит. Полукресты у меня, ну, можно сказать, все вышиты. Там чуть-чуть будет вот совсем несколько полукрестиков, по-моему, где-то вот здесь. И бэкстич. Ну, в общем, вот такое мне еще здесь вышивать. Надеюсь, что скоро тоже эту работу я возьму снова в руки и буду продвигать. Ну, в общем-то, так. Все, что я сделала за последние несколько дней, я вам показала. Теперь можно переходить к выбору заданий из ваших комментариев. В этот раз задания разнообразные, прям очень разнообразные. И даже предположить не могу, что выпадет. Я рада, что многие поддержали меня в том, чтобы начать новый процесс. Лисичку и какаошка замечательную. Многие вспомнили, что я ее называла депрессивная лисичка. Тоже мне приятно, что вы помните об этом. Да, депрессивная лисичка. Именно такое кодовое название у меня для нее есть. Но вот еще сын предложил лисичка-фрилансер. В общем-то, тоже вариант. Если у вас есть свои, предлагайте. Озвучу потом, какие ассоциации вызывает эта лисичка. Так, в общем, да, голосов за лисичку было довольно много. Но и помимо этого сюжета тоже было много голосов за птичек, чтобы их закончить. За романтику, по-моему, тоже за бабочек было довольно много голосов. Некоторые очень сильно хотят игрушки от Дим, чтобы я дошила до Нового года. Но здесь могу вас огорчить. Даже если я буду их вышивать так потихонечку, то вряд ли я их вышью к Новому году все. Потому что там все-таки еще три штуки, объем достаточно большой. И, ну, может быть, еще одну вышью. Но мне кажется, максимум две. Три вряд ли я осилю. Так, и с большой работой, конечно же, тоже голоса есть. Как без этого? Их многие любят, многие ждут. Поэтому, конечно же, и голосуют. Но давайте будем переходить к выбору. Так, вставляем ссылочку. Так, я уже себе план составила, что я буду вышивать в том случае, если выпадет один сюжет или другой сюжет. Прям сразу себе ходы продумываю разные. Тоже интересно. Так, 183 комментария на данный момент. Поехали. Ох. Так, я думаю, что вы все знаете, что я хочу сегодня. Я бы хотела лисичку. Ну, или птичек, потому что хочется их закончить. Итак, Екатерина Шудрова с финишем. Вороны чудесные. Про птичий сэмплер. Лазоревка. Это тоже синица, поэтому совершенно верно ее называете. Да, в отшиве этот сэмплер выглядит намного круче. Я теперь тоже задумаюсь о его покупке. Ну, вот, да, мне не один человек, прям, ну, так, несколько подробненько написали про птичек. Екатерина, спасибо вам за комментарий. К сожалению, здесь нет голоса за какую-то работу. Поэтому появляется шанс еще у кого-нибудь, чтобы выпал его комментарий. Давайте выбираем еще один. Оп, Дина Уракова. Голосую за лисичку. Дина, спасибо огромное. Я очень рада вашему комментарию. Ура, мы начинаем лисичку. Итак, я напоминаю вам, как выглядит лисичка. Вставляю вам картинку. Дизайнер этого сюжета Юлия Леонова. У меня есть еще одна схема от этого дизайнера. Я очень надеюсь, что мне понравится вышивать лисичку, потому что второй дизайн запланирован, ну, по крайней мере, так, предварительно запланирован на зиму. Поэтому будем вышивать активно лисичку. Эту работу я буду вышивать вот на такой основе. Такой коричневый цвет, темно-коричневый. Мне кажется, на ней она будет хорошо смотреться. Ну, в общем-то, у дизайнера она тоже представлена на такой вот темно-коричневой основе. Правда, единственный момент, что вот уже когда натянула на раму, такая думаю, как мне будет вышивать-то на ней. Дело в том, что когда я вышивала вот уже тут в конце романтику, покажу вам ее еще раз, вышивала вот эту часть фонаря, моим глазам было немножечко тяжеловато вот на этом темном участке ориентироваться. Это очень как-то здесь я плохо видела клеточки. Если вот на таком, да, светлой ком-то желтом, на оранжевом, тут вообще все прекрасно было. Даже здесь как-то я не очень обращала внимание, что там есть какие-то трудности. Возможно, здесь либо посветлее было, либо как-то не очень много было этого темного. В целом было хорошо ориентироваться. А вот на этой темной такой коричневой как раз части было тяжеловато. Поэтому, когда я натянула вот эту основу, так я думаю, а как же мне будет здесь? Ну, вообще, сами основы по структуре очень разные. Романтика. Там у нас основа от Новослободы, она какая-то с искусственной ниточкой, и у нее есть такой небольшой как бы блеск. Это чуть-чуть, ну вот именно на темном участке, чуть-чуть усложняет для меня работу. Здесь же я буду вышивать на своем любимом Белфасте. Белфаст даже черный. В принципе, для меня достаточно комфортной основой оказался. Поэтому надеюсь, что и коричневый тоже будет прекрасен в работе. Отметила вот уже центр. В принципе, по ширине у меня работа точно вся войдет. Я надеюсь, что по высоте тоже войдет. Хотя немножечко как бы у меня получилось, что вот сверху я больше под зажим ткани оставила. Ну, посмотрим. В принципе, у меня тут запасы хорошие, поэтому, может быть, и тоже войдет. У меня тут рамка получилась 20 на 28. Ну, то есть я объединила куснапы, которые 20 на 20, а 28 на 28. Вот сделала из них прямоугольник 20 на 28. Так что как раз по размеру подошло. Что вам еще рассказать про лисичку? Размер у меня должен получиться примерно 16,5 на 22,5 сантиметра. Работа 103 на 141 крестик. Но зашивка там не полная, как вы понимаете. И в работе используется 30 цветов. Вот такая вот палитра у меня уже собрана. К сожалению, коробочка такая маленькая, не очень может быть видно. Ну, хотя вот так вроде бы видно, какие цвета используются. Здесь есть и такие красивые зеленовато-бирюзовые какие-то оттеночки, и голубые, и даже красные, оранжевые. Ну, в общем, всякие разные. Ну, вот этих всяких зелененьких таких, да, их много, потому что там такое кресло зеленое. Поэтому имя будет в основном вышиваться. Что еще интересно в данном случае, то, что я буду вышивать смесью ниток роял и DMC. Так, у меня, по-моему, здесь еще SHS есть. Ну, буквально, может быть, один-два цвета. Вот сейчас даже не вижу. Наверное, даже один цвет у меня оказался SHS. А вот остальное, ну, большая часть DMC, но рояла тоже прям много. Вот в полной мере пойму, как мне им вышивать. Потому что роялом я уже немного вышивала, но немного. То есть, вроде бы, по моим ощущениям, неплохо вышивалась. Ниточка, на мой взгляд, на DMC очень даже похожа. Немножко пожестче, немножко сильнее крутится. Но, в целом, вот визуально, мне кажется, очень близко. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо. И буду вышивать вот именно таким образом. Есть у меня еще один запасной моточек, как раз тоже ниточки роял 3849. Потому что, вроде как, одного моточка мне, наверное, не хватит. Поэтому, ну, посмотрим, посмотрим. Вот в прошлом дизайне тоже запасалась, но мне всего хватило. Так, сколько здесь у нас крестиков? 10 тысяч с чем-то крестиков. Я вот эту информацию забыла уточнить. Ну, в общем, более 10 тысяч крестиков в этой работе. Надеюсь, что будет вышиваться она легко, приятно и с огромным удовольствием. Ну, и так как выпал вот этот сюжет, который я очень хочу, я уверена, что я его буду вышивать не один день. Как минимум, два дня я ему уделю. И еще у меня будет пару дней, чтобы повышивать что-то другое. Если я очень сильно увлекусь этим дизайном, то, может быть, и три дня повышиваю его. А оставшееся время я решила посвятить синичке. Да, ну, потому что сюжет не очень большой. Мне хочется уже здесь закончить вышивать крестики. Я вот надеюсь, что именно крестики я вышивать закончу. Ну, и, может быть, немножко начну вышивать бэкстич. Вот такие вот у меня планы. Так что вот эти две работы у меня будут вышиваться в ближайшие дни. И еще хочу закончить белочку. Скоро с вами увидимся, расскажу, что получилось. Итак, сегодня у меня четверг, и я хочу закончить свою рукодельную неделю. Да, в этот раз хочу закончить ее чуть раньше, потому что мне так будет удобнее. Но, несмотря на то, что времени у меня повышивать было немножко меньше, я успела сделать, в общем-то, все, что запланировала. Сейчас вы видите перед собой, конечно же, лисичку. Показываю вам на всякий случай картинку. Вдруг уже забыли немножечко вспомнить, как она выглядит. И начала я ее вышивать снизу. Долго раздумывала, хотела начать изначально с центра, но получалось так, что центр приходит с лисички где-то на нос примерно. И я подумала, что если я начну вышивать именно с лисички, то на потом мне останется верх и низ кресла. А это достаточно такие объемные моменты одного цвета. И я решила, что, наверное, мне так будет скучновато вышивать. Лучше бы кресло чередовать. Кресло, лисичка, кресло, кот. Да, в моем случае это будет так. И решила начать снизу. Поэтому у меня вот здесь отмечен центр. От него я вниз отступила нужное количество. И здесь от центра начала уже вышивать. Получается, что начала я с полукреста. Честно говоря, первый день, когда я вышивала эту работу, два дня, два вечера я посвятила этому сюжету. Но вот первый вечер я прям подрастроилась. Потому что работа шла у меня тяжело. Я очень плохо видела основу. Хотя это белфаст. Я всегда говорю, что на белфасте мне вышивается прекрасно. Я его очень люблю. Даже на черном белфасте, в принципе, тоже вышивала я без особых проблем. Но вот здесь почему-то первый день прям было очень тяжко. Я ошибалась. Я перешивала эти полукрестики. И вот эта вот ошибка, когда попадаешь на одно пересечение куда-нибудь в сторону. То есть неправильно. Как-то не сразу я иногда это отлавливала. И перешивала. Бывало даже, что, наверное, по три раза. Один и тот же полукрестик. То есть вот прям как-то совсем не шло. Я, конечно, говорю, что успела расстроиться. Но, тем не менее, добралась до крестиков. Повышивала крестики. Тоже там с ними было все не совсем гладко. Но на следующий день я все-таки решила снова взять эту работу. То есть она меня хоть и немножечко расстроила вот таким началом. Но я к ней не потеряла интерес. У меня не пропало желание ее вышивать. Мне все равно очень нравится сюжет. И вышивать мне ее хочется. Поэтому на второй день я, в общем-то, без проблем взяла эту работу снова. И продолжила вышивать. И на второй день она у меня пошла намного лучше. Намного как-то бодрее, веселее. Не могу сказать, что прям вот идеально. Может быть не совсем. Но в целом я как-то вроде сосновой подружилась. Я вроде бы ее видеть начала лучше. Немножко здесь насчет ровности крестиков. Есть у меня кое-какие сомнения такие, что не очень в общем-то везде идеально получается. И пока я вот думаю, это связано с тем, что здесь у меня нитки роял. В основном используются именно вот эти оттенки. У меня как раз нитки роял. Хотя я вам говорила, да, примерно пополам у меня ниток DMC. Здесь в этом сюжете будет использоваться и роял. Ну вот получилось так, что серые вот эти оттенки полукрест это DMC. И в принципе мне нравится, как они лежат. А вот здесь в основном нитки роял. И мне не очень нравится, как они лежат. В целом неплохо смотрятся. То есть когда, ну так, с небольшого расстояния опять же смотрим, вроде бы ничего. Но если вот сильно присматриваться, то я не на 100% довольна своими крестиками. Ну в общем, повышевала. За два вечера мне удалось сделать примерно, ну даже больше, чем полторы тысячи крестиков. Первый день я вот первый вечер мучила. Крестиков 500 наверное сделала. И оставшиеся сделала уже во второй вечер. Ну было довольно легко вышивать. То есть здесь где-то, наверное, 6 цветов, по-моему, используются вот в этом кресле. Плюс парочка блендов здесь были из этих же цветов. Ну это довольно-таки большие такие кусочки, либо линии, да. То есть в общем-то не было какой-то частой смены ниток, поэтому нормально так вышивалось. И в итоге у меня готово уже 14,4%. Так что мы неплохо с лисичкой стартанули. Уже вот видно вот эту всю нижнюю часть кресла. Уже можно увидеть подлокотники. То есть в принципе кресла осталось вышивать не так много. Вот здесь будет подлокотник. Вот здесь будет второй подлокотник. Немного продолжится креслица, но в целом уже до лисички недалеко. Вот здесь можно увидеть вот такой вот контур. Это ее смешной такой носочек уже появляется. Так что я буду вышивать и дальше эту лисичку с удовольствием. Мне она по-прежнему нравится. Ну а с основой я думаю, что мы дальше будем все лучше и лучше дружить. И в общем все у нас с ней будет хорошо. Так, дальше что я еще хотела сделать и сделала. Это я закончила белочку вышивать. Вот эту белочку от фирмы Созвездия. Она получилась милейшая. Такая в общем-то очаровательная. Довольно таки милашка. Вышивалась легко, приятно. Но я, честно говоря, даже как-то не ожидала. Потому что мои воспоминания о домике от Созвездия какие-то такие не очень хорошие. Поэтому немножко я так настраивалась на то, что здесь может быть будет все не слишком здорово. Но в целом никаких неприятных моментов не было. Все вышивалось хорошо. Нитки, ну не самые, может, мои любимые. Но как-то тоже более-менее с ними все складывалось нормально. Бэкстич здесь вот не так уж его много. Вышивался он легко. И напоследок я оставляла вот эту шишечку вышивка бисером. Три цвета здесь используются в ней. И тоже в общем-то вышивалась она легко. Где-то под... Я начала снизу вышивать бисер. И где-то вот здесь, вот уже ближе к верху шишечки, у меня он стал не очень хорошо укладываться. То есть там вот, если опять же присматриваться, можно увидеть, что вот здесь, например, одна штучка, она лежит вообще горизонтально. То есть, ну, видимо, как-то только так она разместилась, когда вокруг нее оказался бисер. Здесь вот тоже в самом верху не очень ровно лежит. Ну, то есть я старалась вроде там как-то их укладывать. Но места им немножко не хватало кое-где. Вот такое чувство, что было как-то тесновато. При том, что может быть вот именно в этой верхней части внизу вроде таких особых проблем не было. Да и верхней, в общем-то, тоже особых проблем не было. То есть ничего такого критичного. Все в итоге уместилось, улеглось. И даже те бусинки, которые лежат там как-то не совсем правильно, это, я говорю, это надо присмотреться и понять, что она лежит вот как-то не так. В целом, когда мы смотрим просто на белочку, на эту шишку, все хорошо смотрится. И можно сказать, что в целом все прекрасно. Белка милая, зубки у нее забавные. Вот эти вот такие вот точечки, да, вышиваются французскими узелками на щечках. Бэк вышивается в основном в одну нить черным цветом, но в две вышиваются вот эти вот кисточки на ушах. И на глазах, вот именно там по черному, там тоже вышивается в две нити. Вот на хвосте бэкстича нет. Он такой вот все равно симпатичный и без бэка хвостик. С обратной стороны пришивается, приклеивается задник, который входит в набор, такой вот рыженький оранжевый. И вот здесь я сделала петельку, скрутила эту ниточку из мулине, которые были вложены в набор. То есть оранжевого цвета осталось довольно много, оставалось. И я взяла целую пасму, из нее скрутила. Ну, а здесь у меня еще какие-то остаточки есть. То есть нитки остались, запас такой нормальный. Бисер тоже остался. Вот эти два бисера, два цвета, были вообще прекрасные, отличные по качеству. Вот коричневые, там несколько штучек я отбраковала. Там они были какие-то такие худенькие, кренькие немножко. Но в целом все равно тоже хватило, запас опять же есть. Вот можем сравнить белочку на обложке, ту, которая получилась у меня. Можно сказать, что вот эта вот белочка более яркая. У меня как-то она поспокойнее получилась по цвету, но мне нравится больше. И сейчас я поняла, что я не сделала французские узелки, которые вышиваются на шарфике белым цветом. Ну и, видимо, уже теперь не сделаю. Да, конечно, вот с этими французскими узелками на шарфике она бы смотрелась еще повеселее, поинтереснее. Но что-то, в общем, вот я как-то это дело пропустила. Да, ну бывает, бывает, что сказать. В целом все равно шарфик есть, но получился он у нее не в горошек, а просто красный шарфик. Ну, в общем-то, и ладно. Если бы я не приклеила обратную сторону, я бы доделала эти французские узелки, но так как уже приклеена, уже переделывать не буду. Уж извините. Вот такая белочка получилась у меня. Ну и что я еще хотела сделать, это повышивать птичку. Я ее повышивала и я ее закончила. Моя птичка-синичка готова. Она получилась очень тоже миленькая. Я, честно говоря, не ожидала, что у меня получится дошить ее за один вечер, потому что там мне нужно было вышить еще около 500 крестиков, даже больше, чем 500, и вышить здесь весь бэкстич. Я понимала, что крестики, которые мне остались, они будут вышиваться легко. Ну, ничего сложного просто не предполагалось. А вот с бэкстичем, опять же, я понимала, что сложности могут быть. И в итоге все-таки у меня получилось это сделать. В общей сложности я птичек, на птичках вышила, если мы будем пересчитывать в крестике, 1069 крестиков, да. Ну, как я уже сказала, примерно половина из этого это крестики, на самом деле, а остальное это бэкстич. Ну и чуть-чуть здесь еще есть французских узелков. Эта птаха оказалась меньше, чем другие. Ну, я не знаю, меньше, чем все или нет. Ну, то есть я предполагала просто, что каждая птичка, это примерно 25%, но эта вот птаха, она оказалась 22,5%, то есть немножко меньше, чем вот какие-то, может быть, другие. Так, что я по ней хотела сказать. Ну, в общем, крестики здесь дошивались прекрасно, проблем никаких не было. А вот с бэкстичем действительно пришлось повозиться. И несколькими цветами он вышивается. Пара цветов используется совсем в небольшом количестве. Например, серым цветом тут вышивается только вот линия вот здесь на голове у птички. И глазик вот обводится такой кругляшок. Вот здесь, кстати, я этот серый бэкстич, я прошлась и вышла в одну нитку, как указано. А потом, ну, посмотрела, мне показалось совсем не видно эту линию. Я прошлась еще раз. И вот в две нити, мне кажется, здесь нормально смотрится. Также немного используется белый бэкстич. Он весь идет вот на синичке, на крыле, здесь на клювике, в глазике есть один стежочек. И два цвета бэкстича, которого много. Это зеленый, темно-зеленый и темно-коричневый. Давайте сделаем поближе. Темно-зеленый мне было вышивать, наверное, сложнее, несмотря на то, что его было поменьше, чем коричневого. Но его было сложнее вышивать именно в листочках, потому что он здесь вот внутри листочков. При том, что это такой классический анкоровский бэк, он далеко не всегда идет по клеточкам. Я порадовалась вчера очень сильно, что у меня здесь все-таки равномерка, что у меня здесь белфаст опять же, который прекрасно здесь. Ну, ладно, в общем, светлый и темный белфаст, конечно, все-таки есть разница. Но, в общем, очень здесь много стежков, которые идут буквально через одну ниточку переплетения. Здесь, если посмотреть на вот эти вот кругляшочки, да, ну, то есть, как вот тут усик идет, да, и он загибается. И здесь такой кругляшок появляется. И вот здесь, например, тоже. Каждый стежочек, то есть вот этот кругляшок достигается тем, что здесь 8 стежков через одну нитку переплетения. Довольно-таки тонкая работа, я бы сказала. И таких моментов здесь много. Причем мне нравится вышивать эти моменты, когда они вот так вот, ну, просто вот я вижу линию, здесь вот вышиваю. Это прям легко вышивается. А когда они идут по крестикам, это вот я не очень люблю. И особенно, когда я не вижу результат. То есть его видно на самом деле, но плохо видно. И когда его вот вышиваешь, этот бэкстич по листьям внутри, то, конечно, приходится так поднапрягаться, потому что не особенно заметно. Вот здесь тоже листочки, конечно, преобразились. Тоже там они все в завитушечках во всех этих линиях. Вот здесь вот этот вот лист. Здесь тоже прожилки у листьев вышиваются тоже зеленым цветом. Где-то здесь тоже вот есть эти стежки. А вот коричневым цветом было попроще вышивать, хотя тоже его много. Его прям вот в этом листе, вот здесь вот как ли, в листьях, его прям много. Он идет по контуру, его тоже много внутри, там прожилочки вот эти все. Но его поведнее, и поэтому вышивать его мне было легче. Так, а, да, здесь еще есть черный цвет бэкстича. Но его тоже немного, он идет только на лапки у птички. И вот здесь вот сверху тоже по птичке идет черный бэкстич. Так, вот здесь тоже бэк есть, но немного. Образовался такой заборчик. До бэка его было совсем не видно. Тут еще стульчик есть. Немножечко здесь ветки деревьев. Здесь вот какая-то такая линия серым цветом вышивается. Ну, в общем, вот такая красота. Но в целом все равно прекрасно вышивался бэкстич. Несмотря на вот эту анкоровскую особенность и любовь вот к этим всяким микро стежкам. Но, тем не менее, я вышивала бэкстич с удовольствием. Немножечко от него подустала, потому что сразу весь его делала. Но, в целом, ничего плохого, в общем-то, сказать не могу. Конечно, нужно вглядываться, всматриваться. Ягодки здесь тоже обводятся. Да, хотела еще сказать, что здесь есть французские узелки, но, наверное, вы их не увидите. Потому что даже я их, в общем-то, особо не вижу. Они есть в ягодках вот в этих. Здесь вот пять французских узелков, здесь пять и здесь парочка. Но они вышиваются красным цветом на красных ягодках. И поэтому заметны они минимально. Не знаю. Ну, в общем, я сделала, решила в этот раз сделать французские узелки сразу, не откладывать на потом. Потому что, ну, потом просто не захочется, может быть, возвращаться. И как-то вот мне хотелось, чтобы у меня птичка полностью была готова. То есть, чтобы вот одна птаха уже прям полностью она у меня была оформлена, скажем так. И пока я ее буду откладывать до зимы, зимой мы будем с вами вышивать вот эту птичку. Так, ну и что еще хотела вам рассказать? Это хотела вам показать парочку схем. Одна схемка у меня появилась на днях. Я купила чудесного, просто прекрасного дракона от Надежды Гавриленковой. Да, я вам говорила, что после того, как я вышла дракона от Надежды, ну вот не так давно, я понимала, что это не последний дракон. Видимо, я еще когда-нибудь соблазнюсь на какого-нибудь дракона. Ну и, в общем-то, недолго ждать пришлось, я соблазнилась. И мне этот дракон понравился еще на самой начальной стадии предзаказа. Но я все как-то себя сдерживала, и меня останавливало больше всего то, что он большой. То есть я изначально понимала, что он будет больше, заметно больше, чем тот дракон, которого я вышивала. И поэтому как-то не решалась его покупать. Но Надежда, конечно же, показывала процессы отрисовки этой схемы. И вот буквально, когда схема была уже почти готова, я вскочила в последний вагон, как говорится, и приобрела схему по цене предзаказа. Поэтому теперь у меня есть этот чудеснейший дракон. Он действительно оказался большой, в нем почти 30 тысяч крестиков. Ну, это если в крестике опять же все пересчитаем. Но схемка приятная, очень хорошая, без каких-то ненужных сложностей. Ну, то есть прям вот я думаю, что вышиваться будет чудесно. Я уже заказала основу под этого дракона. Ниточки, правда, еще не собирала, не проверяла, что у меня есть. Буду ли я его вышивать прям сразу, не знаю, честно говоря. Потому что, ну, все-таки объемная довольно-таки работа. А у меня уже на зиму тоже там планы вырисовываются. И там у меня есть, ну, две тоже таких вот примерно, таких же по объему работы. Я не знаю, готова ли я их начать все. Ну, в общем, буду думать пока. И еще одну схемку, которую хотела вам показать. Она у меня на самом деле появилась летом. Я все время забываю вам ее показать. Схемка новогодняя. Это такой вот замечательный Сантик, Санта, от Инны Байденко. Летом у нас была игра в нашем вышивальном чате в Томском. И я выиграла схемку какую-нибудь в подарок. И я выбрала вот эту схему от Инны Байденко. Потому что давно, очень давно хотела я попробовать что-нибудь от этого дизайнера. Еще ничего ни разу не вышивала. Но когда наблюдаю за ее творчеством, за тем, какие работы получаются, мне нравится. Поэтому мне давненько хотелось попробовать. Но вот как бы у Инны такие сюжеты, что мне они нравятся. Они для меня интересны. Но вот как бы самой вышивать мне их вроде бы не очень хочется. Ну, большинство сюжетов вот как-то такие. Ну, в общем, выбрала я вот этого Санту. Буду его вышивать когда-нибудь. Вообще-то, когда летом я его выбирала, я думала, что я начну его вышивать вот где-то зимой. Но вот теперь опять же не знаю, не знаю. Он, конечно, не такой большой, как Дракон. В нем 16,5, грубо говоря, тысяч крестиков. Но он будет в некотором смысле посложнее. Потому что здесь довольно много четвертинок используется у Инны. Но с другой стороны, зато он вышивается на светлой основе. Да, Дракон вышивается опять же на черной основе. Поэтому, не знаю, посмотрим. Посмотрим, на чем я остановлюсь. Потому что, как всегда, планов много. Хочется впихнуть в них все. Но разум где-то пытается тоже пробиться и сказать, что все успеть невозможно. Ну вот, в общем-то, это, наверное, все новости. Теперь я вам вставляю калаш. В калаше у нас, значит, так, какие изменения? У нас без изменений остались три работы. Это игрушки от Dimensions, Гобелен от Lucas и лесной сэмплер от Anno. В них ничего не поменялось. Продвинулись у нас лошадки в лучах заката от Риолис. Здесь готов уже 41%. Движемся потихоньку. И осталось вышивать 41 тысячу крестиков. Ну, примерно, конечно. Дальше. Романтика тоже чуть-чуть продвинулась. 36% теперь готова. Осталось в ней вышивать чуть больше 10 тысяч крестиков. И лисичка неплохо стартанула. С нуля добралась до 14%. И здесь осталось вышивать чуть меньше 10 тысяч крестиков. Птички у меня, хоть они не закончены, да, как бы, уж это только одна, но они у нас уходят в отпуск до зимы. Зимнюю птаху будем вышивать зимой. Ну и так дальше по сезонам. Поэтому птички у нас в отпуске. И поэтому остается вакантное место. Здесь я пока не стала ставить никакой процесс. Я решила оставить его так под секретом. Но если вы вдруг хотите увидеть новый старт, то можете голосовать именно за новый старт, да. Я выберу из сюжетов, которые у меня были в планах на осень. Но сразу оговорюсь, что, скорее всего, выберу что-то небольшое. Потому что, ну, в общем, там есть несколько небольших сюжетов, которые я планировала. И я думаю, что что-то из них будет. Потому что пока все довольно-таки объемное у меня в процессах. Поэтому нужно что-то не очень объемное. Вот. Поэтому буду выбирать какой-то новый старт, но небольшой. Вот такая неделя получилась. Вроде бы довольно разнообразная, довольно продуктивная. Вышло около 6 тысяч крестиков я на этой неделе. Это вместе с белкой, так примерно прикидываю, что получается где-то так. Так что неделька получилась довольно продуктивная. Закончила птичку, начала лисичку. В общем, все движется, все как-то продвигается. Спасибо вам за просмотр. Спасибо за то, что оставляете лайки, комментарии. Жду от вас вашего мнения по своим проектам. По тому, какой проект вы хотите, чтобы я продвигала дальше. Голосуйте. Увидимся с вами в следующих видео. До встречи. Всего доброго. Пока-пока.